А теперь к новостям. Итак, ренталы сговорились и поднимают цены на оборудование. Передо мной письмо, которое подписали самые крупные ренталы, которые сдают именно камеры, оптику и всякое сопутствующее оборудование. Подписали некое коллективное письмо с целью проинформировать рынок о том, что с апреля 2021 года все цены на оборудование вырастут. Итак, читаю письмо. Уважаемые коллеги и партнеры, мы, ниже подписавшиеся ренталы, информируем вас о вынужденной необходимости централизованного корректирования стоимости оборудования в сторону увеличения, а также о введении понятия переработка оборудования. На все проекты, чей съемочный период начинается с апреля 2021 года. В связи с тем, что основные средства производства, которые используются для технического обеспечения ваших проектов, имеют исключительно иностранную составляющую и закупаются за пределами Российской Федерации, покупаются в валюте. Какое это имеет отношение к переработке оборудования? Сложно сказать, но допустим. Находясь в рублевой зоне, мы вынуждены корректировать цены. Кризисная ситуация для рынка, растущие запросы операторов на новую технику вынуждают регулярно обновлять парк оборудования. Вот оно что, оказывается, мы, операторы, виноваты в том, что ренталы поднимают цены. Но ничего, для сохранения высоких технических стандартов обслуживания. Итак, подписалась Кинотехника, Кириллин, Юрентл, ПАП, Елисей Гладников, Камеры Департамент, в общем, и некоторые фрилансеры. Что ж, некоторые продюсеры уже вопят в инстаграме о том, что, о, это несправедливо, почему нам не поднимают ставки. Я думаю, что рынок съемочный, это такая, знаете, живая субстанция, и ставки, и цены всегда будут расти. Почему цены на автомобили и на недвижимость растут, а цены на аренду съемочного оборудования должны стоять на месте? Я не понимаю. Даже те же ставки съемочной группы, светиков и прочих, тем более, что, извините, когда доллар был 30, мы работали по рублевым ставкам, и наши коллеги с ближайшего СНГ, так скажем, работали по долларовым ставкам. И в некоторых странах этого СНГ сейчас ставки в долларах у ребят выше, чем у нас здесь, в России. Что, в общем, тоже несправедливо, на мой взгляд. Я думаю, что каждый год должны ставки подниматься относительно меняющегося рынка, относительно инфляции, относительно падающего на дно рубля. Так что я думаю, что такие письма должны выходить не раз там в пять лет, а каждый год. Каждый год, если доллар еще вырос, там, инфляция выросла, должны подниматься цены. Так что я, ребята, абсолютно поддерживаю. Это правильно. Также я думаю, что и съемочный персонал, и операторские группы, и все дольщики, светики, механики, операторы и прочие-прочие, все тоже должны потихонечку поднимать свои ставки. Потому что таков закон рынка, и никто не хочет терять в деньгах. Почему мы, когда я работал за меньшие деньги, но когда доллар был 30, я получал в пересчете на доллары больше зарабатывал, чем сейчас, получая там в несколько раз больше, но в рублях. Поэтому я считаю, что это полнейшая несправедливость. Так что у нас ждут веселые времена, и, скорее всего, сейчас начнется какой-то лютый демпинг среди тех ренталов, которые не подписали это письмо. Поэтому продюсеры начнут метаться от одних ренталов к другим, все начнет как-то расшатываться потихонечку. Ну что ж, посмотрим. Будем следить за событиями. Оставайтесь на канале ОперПост. С вами был Алексей Андреев. Всем пока!